читаем вместе книга притчи соломоновых 6 глава другие предостережения сын мой если ты поручился за ближнего твоего и дал руку твою за другого ты опутал себя словами уст своих пойман словами уст твоих сделай же сын мой вот что и избавь себя так как ты попался в руки ближнего твоего пойди пойди к ногам и умоляя ближнего твоего не давай сна глазам твоим и дремания веком твоим спасайся как серна из руки и как птица из руки птицелова пойди к муравью ленивец посмотри на действие его и будь мудрым нет у него ни начальника не приставника не повелителя но он заготовляет летом хлеб свой собирает во время жатвы пищу свою доколе ты ленивец будешь спать когда ты встанешь от сна твоего немного поспишь немного подремлешь немного сложив руки полежишь и придет как прохожий бедность твоя и нужда твоя как разбойник человек лукавый человек нечестивый ходит со лживыми устами мигает глазами своими говорит ногами своими дает знаки пальцами своими коварство в сердце его он умушляет зло во всякое время сеет раздоры зато внезапно придет погибели его вдруг будет разбит без исцеления вот шесть что ненавидит господь даже 7 что мерзость душе его глаза гордые и язык лживый и руки проливающий кровь невинную сердце кующие злые замыслы ноги быстро бегущий к злодейству уже свидетель наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями сын мой храни заповедь отца твоего и не отвергай наставление матери твоей навяжи их навсегда на сердце твое обвяжи ими шею твою когда ты пойдешь они будут руководить тобою когда ляжешь спать будут охранять тебя когда пробудишься будут беседовать с тобой ибо заповедь есть светильник и наставление свет и назидательные поучения путь к жизни чтобы остерегать тебя от негодной женщины от льстивого языка чужой не пожелай красоты ее в сердце твоем и да не увлечет она тебя ресницами своими потому что из-за женщины блудной обнищивают до куска хлеба а замужняя женщина уловляет дорогую душу может ли кто взять себе огонь в пазуху чтобы не прогорело платье его может ли кто ходить по горящим углям чтобы не обжечь ног своих тоже бывает и с тем кто входит к жене ближнего своего кто прикоснется к ней не останется без вины не спускают вору если он крадет чтобы насытить душу свою когда он голоден но будучи пойман он заплатит все мира отдаст все имущество дома своего кто же прелюбодействует женщиной у того нет ума тот губит душу свою кто делает это побои и позор найдет он и без чести его не изгладится потому что ревность ярость мужа и не пощадит он в день мщения не примет никакого выкупа и не удовольствуется сколько бы ты не умножал даров